Иду я по реке и вижу японца. С ним, собственно, я познакомился пару дней назад в гостинице, где мы заселились. Вот, и я смотрю, как-то он непонятно кричит, прыгает, что-то какие-то непонятные совершенно движения у него происходят. Я думаю, что что-то не то с человеком. Дай-ка я подойду. Такие мы чувствительные, она делает его, он плачет. И когда я подошел, я, честно говоря, обалдел, потому что человек просто плакал. То есть я вижу, что у него удилище, так сказать, согнуто в дугу, он с ним ходит и неправильно совершенно вываживает, вот, но при этом человек плачет. Я думаю, что что происходит? Оказывается, у него настолько выплеск эмоций был, настолько сильный, что он не мог сдержать слез, он просто плакал. То есть я подошел и видел человека за 40 лет, такого брутального японца, у которого текут слезы. До этого он 8-10 дней ловил, он не мог поймать, и я ему посоветовал немножко скорректировать временной перволовли, чтобы ловить, так сказать, чуть позднее. В итоге это, в общем-то, возымело эффект, и он наконец-таки поймал свою семгу. Она была не такая крупная, в районе там 5 килограмм, но, тем не менее, это была первая его семга. Я с вами муху снял, она уже была без мухи. Было видно, как человек просто безумно счастлив от того, что он поймал вот эту семгу. Друзья, человек первый раз в жизни поймал атлантического лосося. Вы видите эти эмоции? Мы, люди, которые живут в России и имеют возможность ездить на Кольский полуостров, должны понимать, насколько мы счастливы. Люди за 3-9 земель приезжают сюда, чтобы поймать вот эту красоту. 1, 2, 3. Пока, пока! Yes! Thank you very much! Hello! Thank you! Hello! 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 Продолжение следует...